МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшное перекраждение. У неё руки были синим пальчиком, то есть начало отсыраться. Она была очень холодная, когда померила температуру, еле дошло до 35 лет. То есть упадок. Её колотило. Кошмарно. Не могла ничего сказать. Я даже не могла пожелить пальцами. Сильно выключить, что у неё не умели. Надо же сперва их проверять перед тем, как давить кому-то. Вдруг ещё что-нибудь занесёте кровь в человек, и он может умереть. Я понимаю так. Если, допустим, ребёнок приливается, должны минимум знать, это родители. Правильно? Когда у школьника через 6 часов после пробы МАНТУ поднялась температура под 40, распухла рука и раздулись лимфоузлы, отец тут же забил тревогу. А вместе с ним и родители ещё 29 детей. Или передозировка была, или как-то... Ну, что-то... Мы же не доктора. Мы делали эти прививки. Мне несколько раз... Вот, получается, кольнули, вытащили, кольнули, вытащили. Опять вот кольнули в первую дырочку, немножко ввели, опять вытащили немножко. Опять немножко иголку втажили, ввели, вытащили. У меня было практически полное... Ну, был, да, практически полный шприц. Ну, не очень так приятно, было больно. Получается, потом со школы пришла, у меня сильно-сильно заболела рука. Я даже не могла пожалеть пальцами. Буквально за сутки история о школьниках из Новососуевки, что в Яковлевском районе, облетела всю страну. Началось всё в понедельник, когда на один из уроков зашли люди в белых халатах и дали команду идти всему классу на прививку. О том, что в школе будут брать пробу манту, детей предупреждали ещё в начале учебного года. Однако родителей никто об этом не оповестил. Под вечер температура поднялась, сильно покраснело всё. Да, и на второй руке тоже покраснело. Потом мы поехали в больницу. Хронические заболевания у ребёнка есть. У него реактивный панкреатит, у него желудок болит. У нас много очень таких вот заболеваний. Я вообще не знаю, как это всё сделали. Вообще ничего не подписывалось. Обычно дают листочек. Вы давали листочек, но на другую прививку. Да, мы отказались от гриппа. У всех школьников из Новососуевки симптомы после прививки оказались похожи. Боль в разных частях тела, головокружение, высокой температуры и тошнота. Врачи говорят, все пострадавшие от диагностической пробы находились в группе риска. То есть изначально имели заболевания, из-за которых и появилась сильная аллергия. После анализа медицинской документации все до единого дети находятся в той самой медицинской группе риска. Фоновое заболевание повлияло на проявление реакции. И сама туберкулинная диагностика, она исторически всегда проявлялась аллергическими проявлениями на коже. То есть реакция всегда была, мы все знаем, это по-простому проба МАНТУ. Поэтому у хронических детей, у детей с хроническими очагами инфекции всегда это проявляется ярче. Увидев такую реакцию, у своих детей многие родители не знали, что делать и куда бежать ночью. Первым делом пытались сбить температуру и прибегали к методам народной медицины. Сама встала, пошла на кухню. Когда она пришла, я ее потрогала, она была ледяная. Такое ощущение, что она вышла с улицы, страшное переохлаждение. У нее руки были синие пальчики, то есть начало отсирать. Она была очень холодная, я померила температуру, еле дошла до 35. То есть упадок. Ее колотило кошмарно, не могла ничего сказать. У этих 11 школьников из Новососоевки реакция на пробу МАНТУ оказалась самая сильная. Чтобы максимально помочь, их привезли к медикам во Владивосток. Врачи приняли решение где-то госпитализировать, наблюдать и в случае необходимости оказывать медицинскую помощь. На данный момент угрозы жизни и здоровья детей нет никакой. Они наблюдаются, меряем температуру, повышение температуры у детей не отмечается. Родители абсолютно контактны, спокойны. Забыть историю о случившемся в Новососоевке еще долго не смогут. Родители намерены действовать и уже написали заявление в прокуратуру. Они считают, что все произошло из-за халатности местных врачей, которые обязаны были известить родители о процедуре. Сейчас полицейские выясняют, кто виноват в данной ситуации. Под личный контроль расследование дела взял губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Сейчас принято решение, чтобы полностью вылечить детей, чтобы здоровье у детей, не в зависимости от того, прививка, не прививка, проба, не проба, просто детей нужно вылечить. Всех, которые попали в эту ситуацию, для того, чтобы дети были здоровы и никакого опасения дальнейшего за их здоровье у нас не было. Сейчас 11 школьников из Новососоевки отправили в Москву. Там детей дообследуют в научно-исследовательском институте именно Сеченова. Между тем, в России это не единственный случай. В Тюменской и Рязанской областях дети также почувствовали себя плохо после пробы МОНТУ. Теперь правоохранительным органам Приморского края предстоит проверить фармацевтическую компанию, которая выпустила опасную вакцину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова